Хей! Всем привет! Меня зовут Юля, и я рада видеть вас вновь на своем канале. В этом видео мы сегодня с вами будем разбирать бренд Catrice. У меня появились новинки, осенне-зимние. Я была на презентации бренда, собственно, вот этих всех новинок, и нам презентовали такую вот косметичку с их новинками. Я уже делала макияж в своем инстаграм. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить какие-то новости и классные макияжи. И я сегодня хочу помимо новинок показать вам свои фавориты и разочарования от этого бренда. У меня есть какое-то количество косметики от Catrice. Я давно снимала видео про фавориты и разочарования от Catrice, но в этом бренде происходят постоянно какие-то движухи, то есть появляются новые коллекции, какие-то средства выводятся из ассортимента. Поэтому я решила сделать такой апгрейд того видео. И давайте я вам покажу все, что у меня есть, но предлагаю начать все-таки с новинок. Новинки уже есть в наличии в интернет-магазине Beauty Home. Я думаю, что скоро они появятся и в розничных магазинах, таких как Подружка, ну и в других интернет-магазинах. Но так как магазин Beauty Home является официальным представителем брендов Essence и Catrice, естественно, там в первую очередь они появляются. И даже всем приглашенным на презентацию новинок подарили индивидуальные промо-коды, которыми мы можем делиться со своими подписчиками и друзьями, и сами ими пользоваться. Поэтому информацию о промо-коде я оставлю в инфобоксе. Давайте разберем новинки. Я уже всем успела попользоваться и уже расскажу о своих впечатлениях. Итак, давайте начнем с праймеров. И у Catrice вышла такая затирка пор, называется она Goodbye Pores. И вы знаете, на самом деле это отличный аналог затирки пор от Benefit. Мне понравилось, как она работает. Если у вас есть такая проблема, или вам нужно идеально подготовить кожу перед макияжем, то используйте такой праймер. Здесь целых 30 мл. И с учетом того, что его нужно наносить зонально, именно там, где расширенные поры, а не на все лицо, его хватит очень надолго. И самое важное, что тональный крем не скатывается с этого праймера. У меня часто такое бывает, именно когда я использую какие-то затирки для пор, и потом наношу какой-то легкий тональный крем, у меня может в этой области немного он скатывается, что совсем неприятно. Мы ожидаем обратного эффекта. Поэтому осталась довольна этим праймером. Следующая новинка это водостойкие и износостойкие румяна. Они так и называются Water and Sweater Proof. Называются они Blush Box. У меня такой нежный персиково-розовый оттеночек. Называется он 020 Glistening Pink. И действительно очень классные прессованные румяна. С учетом того, что последнее время я люблю использовать именно кремовые румяна. Но вот эти классно, деликатно смотрятся в макияже. Мне кажется, что секрет этих румян в правильно подобранном оттенке. На самом деле я не знаю, насколько они нестираемые шарфами и одеждой. Но обязательно проверю, это когда начнется более холодное время. Еще одна сияющая такая новинка, это палетка хайлайтеров. Здесь целых 5 оттенков. Если вы помните, то у Catrice уже была такая палетка для контурирования. Там был и хайлайтер, и контур, и бронзер, и даже, по-моему, консилер. Я точно сейчас не вспомню. Но очень похожий формат. И на первый взгляд они кажутся такими супер яркими. Но это очень деликатный хайлайтер. И даже вот этот вот бронзовый такой металлический оттенок, он смотрится даже на моем оттенке кожи очень деликатно. Поэтому, если вы не любите прям яркие хайлайтеры, то могу вам порекомендовать вот эти. Но единственное, здесь есть два таких оттенка с голубым и зеленым отливом. Это, конечно, вариант не для всех, но розовый, золотистый и такой вот оттенок шампанского просто идеальные варианты. И можно разнообразить макияж и не делать его таким супер ярким. А вот еще один хайлайтер, он уже более смелый, более яркий, с учетом того, что он имеет холодный такой голубо-сиреневый отлив. Наверное, по упаковке вы его узнаете. Единственное, оттеночек новый. И вот так он отливает. Очень такой холодный. Мне кажется, что это уже конкретно зимний вариант. То есть для каких-то холодных морозных макияжей он подойдет. Классно будет наноситься во внутренний уголок века. Но здесь большой объем продукта. Поэтому, если вам нравятся холодные такие сияющие хайлайтеры, то можно к нему присмотреться. Кстати, он у меня сейчас нанесен на скулы. По-моему, не сильно кричит такой синий холодный оттенок. Но все-таки он выглядит необычно. Продолжаем знакомиться с новинками. Это палетка теней. И это глиттерные тени. Вот так она выглядит. Я уже попользовалась этими тенями. И что могу по поводу них сказать? Да, действительно, это такой спрессованный пигмент, смешанный с глиттером. Поэтому, когда вы будете наносить его на кисть, то он немного будет крошиться. И как бы собираться такими хлопьями. Соответственно, эти тени хорошо будут ложиться только на базу. И плоской кистью вам нужно их именно растирать по веку. Тогда получится именно такой металлизированный оттенок. Если же наносить пушистой кистью, ничего у вас не получится. Если его набивать на века, то тоже практически эффекта не будет. Поэтому здесь нужна определенная техника, определенные кисти. Обязательно наносим эти тени на базу. Соответственно, если вы не любите заморачиваться с тенями, то, скорее всего, этот вариант не для вас. Но если вам понравятся именно эти оттенки металлические, то стоит присмотреться. Мне очень приглянулся вот этот вот невзрачный с виду оттенок. Он при нанесении на кожу переливается таким золотым с розовым блеском. У меня сейчас он на века нанесен. Давайте поближе вам покажу. Надеюсь, вам видно было, как он выглядит на подвижном веке. Уголок глаза я растушевала другим оттенком из этой же палетки. На этом новинки для макияжа глаз не заканчиваются. И у меня здесь попался такой стик. На самом деле, это кремовые тени для век. У меня оттеночек 010, называется он Set Infection. Посмотрите, какой здесь аппликатор в виде такого треугольника. На самом деле, я сначала, когда открыла эти тени, подумала, зачем же сделан именно такой аппликатор. Можно было обойтись обычным таким форматом карандаша. Но когда я начала выделять именно этим светлым оттенком уголок глаза, я поняла, почему такая форма. Это безумно удобно. Этот карандаш как раз ложится во внутренний уголок века, и вы дальше растягиваете оттенок. Единственное, что нужно помнить, когда используете подобные карандаши, не нужно их наслаивать. Иначе получится очень плотный слой, и в складочку века все равно тени будут забиваться. Поэтому наносим очень тонко, и потом либо кистью растушевываем, либо же пальчиком растушевываем по веку. У Катрис очень много различных туши для ресниц. И вот появилась новинка, водостойкая тушь. У нее очень маленькая такая силиконовая щеточка. Вот смотрите, как она выглядит. Тушь, не скажу, что очень драматический эффект дает, но неплохо смотрится на ежедневной основе. И плюсом является, что она водостойкая. Она в любом случае не отпечатается у вас на веки. И если вы так же, как и я, снимаете макияж гидрофильным маслом или каким-то жирным бальзамом, то данная тушь идеально им смывается. Вам не нужно никаких двуфазных средств. Для меня это является плюсом, потому что я не люблю снимать макияж отдельно с глаз, отдельно с лица. С учетом того, что гидрофильное масло, оно должно прям хорошо снимать абсолютно весь макияж. Что и происходит с этой тушью. Из среза для бровей у Катрис вышла такая вот малютка. Это полуперманентная тушь для бровей. И самое классное в ней, это вот такая маленькая аккуратная щеточка. К сожалению, оттенок 0.20 medium для меня очень светлый. И когда я ее нанесла на брови, мне показалось, что я превратилась в какого-то альбиноса. Надо мне прикупить себе 0.3 оттенок. Но вот эта вот щеточка, она просто потрясающая. Мне кажется, что такая щеточка будет удобная, если у вас густые брови, если у вас не очень густые брови. Ей удобно прокрашивать, она прям такая деликатная. И за счет того, что щетинки такие супер маленькие, она прям прорисовывает не только волоски, но и кожу. Мне попалась очень спорная помада для губ, потому что, когда я открыла упаковку, я подумала, ну все, привет 90-е. Я подумала, что это либо какая-то зимняя история, либо это история привет 90-е. Но на самом деле, когда вы наносите помаду, да, она выглядит перламутровой. Но потом она проявляется и становится такой розовой. Я бы не стала наносить толстым слоем, я нанесла ее на губы и подушечками пальцев прям растушевала. Таким образом получается такой интересный эффект. Вот смотрите, я нанесла ее на руку. И вот видите, через время она проявилась, стала более такой розовой. И если мы ее сотрем, она оставляет такой явный розовый тинт. Поэтому можно нанести эту помаду, если вам не нравится перламутровый вот этот вот финиш, то вы можете просто его стереть. И у вас получится вот такой вот легкий розовый оттенок на губах. Поэтому сначала меня эта помада удивила и даже немного разочаровала. А потом, когда я поняла, как она работает, мне даже понравилось, как она выглядит на губах. И последние новинки, которые я вам покажу, для меня они, наверное, самые долгожданные. Это вот такие вот лаки для ногтей. Один из них я нанесла уже себе на ноготки. И лак называется Peel of Glam. То есть он не требует жидкости для снятия лака. И, соответственно, вы просто вот такой пленкой можете снять лак с ногтей. У меня уже был подобный лак от корейского бренда, но он был однотонный. А вот эти лаки идут с такими явными крупными блестками и глиттером в составе. Я, конечно, не удержалась и попробовала посмотреть на одном ногте, как же все-таки этот лак снимается. Да, он снимается пленкой, но за счет того, что здесь такие крупные блестки, он снимается немного кусками. И когда лак высыхает, если блестки как-то неровно легли, они могут цеплять одежду или ткань, за которую вы беретесь. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Catrice все-таки доработали эту формулу и сделали такие однотонные лаки. Потому что такой вариант лака, именно когда вы снимаете его просто пленкой, и вам не нужна жидкость для снятия лака, это идеальный вариант в поездку, да и вообще для ежедневного использования. Это упрощает жизнь, и не надо нюхать этот неприятный запах ацетона. Ну что, с новинками закончили, давайте покажу косметику Catrice, которая у меня на данный момент есть. Очень много у меня закончилось с того момента, как я снимала видео, это, наверное, было года два назад. Ну, в общем, давайте покажу свои фавориты, и здесь есть некоторые разочарования. Первое, это, наконец-то, у меня появился Тон HD Liquid Camouflage, и это 0,10 оттенок, и только когда я немножечко загорела летом, он мне подошел по оттенку. До этого я его не покупала, просто потому что он был слишком темный для моей кожи, и обратите внимание, если вы тоже белоснежка, если у вас очень светлая кожа, то, скорее всего, 0,10 оттенок вам будет темноват, поэтому если у вас такой классический светлый славянский оттенок кожи, то присмотритесь, потому что это тональное средство не требует припудривания. Если вы давно меня смотрите, то вы знаете, что я абсолютно всегда припудриваю тональные средства, потому что у меня жирная кожа в Т-зоне, и она постоянно блестит. С этим же тональным кремом мне не требуется припудривание, это о многом говорит. И на коже он смотрится, ну, в меру натурально, сейчас он у меня, кстати, нанесен на лицо, мне кажется, неплохо все выглядит. И мне кажется, данная тональная основа в сочетании с вот этим вот Liquid Camouflage от Catrice Concealer, это просто идеальное сочетание, это мой фаворит на протяжении очень многих лет. Я его показывала и в своем предыдущем обзоре на марку Catrice, поэтому, если вы еще не пробовали этот консилер за 350 рублей, он просто потрясающий. Он имеет классные оттенки, живые, настоящие оттенки кожи, и плюс ко всему он стойкий и перекрывает абсолютно все несовершенства. Это прям супер крутой аналог более дорогих консилеров плотных, таких как MAC и похожих на него, поэтому присмотритесь, это прям супер классная вещь. Наконец-то попробовала кремовые румяна от Catrice, называется они Matte Too Cheek, и у меня оттеночек 02, вот так он выглядит, называется он Peach Fiction, и он такой персиково-розовый. Я последнее время обожаю кремовые румяна, мне кажется, они очень деликатно и нежно смотрятся. В моем инстаграм, опять же, есть видео макияжа с использованием этих румян, переходите обязательно, посмотрите. Эти румяна выглядят нежно, они подойдут как для загорелой, так и для светлой кожи, поэтому прям классная вещь. И здесь так много продукта, что, мне кажется, его хватит очень надолго. Из продуктов для бровей у меня есть фломастер, который у меня сейчас нанесен на брови, и вот такая вот помадка с консилером для бровей. Фломастер у меня в оттенке 030, называется он Chocolate Brownie. У него здесь в виде аппликатора такая тонкая кисточка, и на самом деле, когда вы только начнете наносить его на брови, вам покажется, что он сильно ярко-коричневый. Но после того, как он зафиксируется на вашей коже, он становится темнее и более серым. Поэтому советую не делать выводы только после нанесения на руку, а подождите буквально там полминутки и посмотрите, как на самом деле выглядит этот оттенок. Но при всем при этом, он очень яркий, и таким фломастером нужно именно прорисовывать недостающие волоски, использовать такую технику, иначе, если вы полностью зарисуете бровь, это будет смотреться слишком ярко и слишком ненатурально. Помадка для бровей Brow Hero мне тоже понравилась. Единственное, что здесь полсредства, это сама помадка для бровей, а полсредства это консилер. И консилер я вообще не использую, может быть зря, может быть нужно его использовать на какие-то несовершенства и посмотреть, как он работает. Но если вы сейчас посмотрите, вы видите, что я использую только помадку для бровей. Если использовать скошенную кисточку и прям растушевывать эту помадку, очень легкий такой натуральный достаточный эффект, дымчатый, я бы сказала. Оттенок у меня 0.20, называется он So Bella, и для моего темного оттенка волос идеально тоже подошел, но немножечко он такой вот коричневатый, не совсем холодный, не совсем серый и ни в коем случае не черный. Из срез для глаз есть у меня тут два небольших разочарования, и первое это вот такие вот тени хайлайтер, называются они Aqua Fresh, и у этих теней очень необычная текстура. Вот если посмотреть, они похожи на такое прям желе, но за счет вот этой желеобразной текстуры они не фиксируются навеки. То есть вам нужно эти кремовые тени либо перепечатывать сухим продуктом, либо же вообще не использовать и не мучиться, потому что они у вас не зафиксируются, они ложатся навека неравномерно, то есть какими-то прям кусками, их очень сложно растушевать, поэтому мне кажется, что вот это прям недоразумение у марки Catrice. И как говорится, не надо было выпендриваться с текстурой, надо было сделать просто кремовые тени, тогда бы они хорошо выглядели навеки. И второй продукт для глаз это пигмент, вот так он выглядит. У меня оттеночек 020, называется он Pink Galaxy, и это такой розово-золотистый оттенок. На самом деле у меня нет никаких претензий к самому пигменту, очень мелкий пигмент, его можно наносить и в качестве хайлайтера, и на подвижное веко, но единственное, вот этот оттенок для меня оказался каким-то скучноватым. Хотя я люблю и розовые, и красные макияжи на своих глазах, но, наверное, все потому, что у меня есть какие-то аналоги. Если вы любите такие нежные оттенки, берите не задумываясь, потому что здесь очень много продукта. Мне кажется, его хватит, ну, очень надолго. Покажу не совсем стандартный карандаш для глаз, который делает такой glow эффект, то есть влажная века, выглядит он вот так. Он абсолютно прозрачный, и вам нужно нанести немного его на веко. Это обязательно должно быть сухое веко, чтобы там не было никаких сухих теней, иначе это все скатается и будет выглядеть не очень хорошо. Я проверила, поэтому говорю, что данный продукт хорошо работает только на голом веке, если вы хотите сделать действительно какой-то влажный эффект. Если вам нужно сделать какую-то фотографию, либо для фотосъемок, его можно наносить на скулы, но, опять же, не смешивать с сухими прессованными продуктами, такими как хайлайтер, румяный, иначе это все скатается и будет некрасиво смотреться, только на голую кожу, либо добавляем в какой-то кремовый продукт. Тогда это будет нормально все выглядеть. Поэтому не могу сказать, что всем нужен этот карандаш, но если вы давно искали, чем сделать такое влажное веко, не нанося какой-нибудь там блеск или вазелин на глаза, то попробуйте вот этот карандаш. Он недорогой, и для такого продукта он достаточно долго, держится на веки, где-то 3-4 часа, он будет держаться, не скатываясь, потом вам нужно будет его либо обновить, либо растушевать. Также у меня есть две подводки для глаз, одна в гелевой текстуре и вторая классическая подводка фломастер. Мне кажется, что я, наверное, уже отошла от такого формата фломастеров, потому что появились сейчас подводки именно с кистью, а не фетровым аппликатором, и это намного удобнее. Здесь же неплохой аппликатор, удобный, я им сегодня рисовала стрелки, но хочу обратить внимание, что с таким вот фетровым аппликатором вам необходимо будет прорисовать там начало стрелки, потом его закрыть, подождать, когда этот наконечник пропитается подводкой и уже вывести стрелочку. Что не сказать про вот такую подводку гелевую, которая просто с одного маха наносится, она имеет матовый финиш, но единственное, опять же, вам нужно к такой подводке подобрать какую-то хорошую кисточку, мне нравится использовать скошенную от Essence, она недорогая, очень такая узкая и делает ровные тонкие стрелки. Тут уже вы выбираете сами, нравится вам наносить кистью, либо же вы выбираете жидкую подводку, либо фломастер, но с такой подводкой можно детально, очень тонко прорисовать, допустим, только линию роста ресниц, не выводя стрелку, это удобно. Опять же, на слизистую гелевую подводку очень удобно наносить, поэтому, если любите смоки макияж, то вот это незаменимый продукт. И завершать это видео будут продукты для губ. Первое средство для губ это такой бальзам, который делает их более объемными, с таким классическим охлаждающим эффектом. Вот так он выглядит. Да, он действительно делает ваши губы немного более припухлыми за счет ментола в составе, но хочу обратить внимание, что если у вас есть какие-то мелкие шелушения или трещинки на губах, то этот бальзам их будет подчеркивать, поэтому либо подготавливаем губы, либо используем его только тогда, когда ваши губы прямо в идеальном состоянии, иначе это будет некрасиво смотреться и выглядеть как такая вот замазка. Вот это помада очень необычного оттенка. Это серия Prisma Chrome. И у меня это оттеночек 0,50, только посмотрите на него. Как раз у меня сейчас солнце светит, и можно рассмотреть, как он бликует. Он имеет такие розово-зеленые блестки в составе на бордовой базе. Это очень необычно выглядит. Эту помаду можно использовать как топпер поверх какой-то матовой винной помады. Безумно красиво смотрится, если вы любите необычные помады, но, как сказать, в меру необычные. Это не будет выглядеть как синяя или зеленая помада на ваших губах. Да, это выглядит необычно, но вполне себе носибельно, и мне понравился этот эффект. Обязательно буду осенью использовать эту помаду. Безумно красиво она смотрится. И еще один фаворит, это блеск для губ, тоже из коллекции Prisma Lip Glaze. Вот так он выглядит. Он сейчас у меня на губах, и это один из немногих блесков, в которые я просто влюбилась. Он, мне кажется, безумно красиво смотрится на губах. Опять же, поверх какой-то розовой помады он классно подчеркивает ее оттенок. Он содержит такие розово-золотые блестки. Мне кажется, очень деликатно смотрится. И насколько я не люблю блески, я его достаточно часто использую. И благодаря вот этому блеску, мне кажется, я начинаю любить такой продукт, как блеск. И все больше и больше использую в своем макияже, пробую какие-то новые продукты. Поэтому просто влюбилась в данный продукт. У меня это 0,10 оттеночек. Называется он Enchanted Gold. И как бы он скучно не смотрелся в упаковке, на губах он выглядит просто потрясающе. Давайте поближе покажу. Мне кажется, это очень красиво. Единственное, если его прям толстым слоем нанести на губы, он может по внутреннему краю скатываться в белую некрасивую полосочку. Поэтому очень тонко наносим. Либо контролируем и подправляем макияж в течение дня. Это все продукты от Catrice, которые я вам сегодня показала. Напишите в комментариях, какое средство от этой марки вам нравится больше всего. Может быть у вас тоже есть какие-то фавориты. И напишите, какая новинка из всех, которые я вам показала, вам более интересна. И вы бы хотели ее попробовать. Обязательно пообщаемся с вами в комментариях. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там много всего интересного. Там актуальные макияжи с новинками косметики. Ну а мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok